Добрый день всем собравшимся. Я Алексей Юстинов. Я включу-то здесь гость. Хочу благодарить Сергеевич Кузьмин, который вышел из помещения. Хочу, что он пригласил меня приехать на эту конференцию. Я представляю другой мегагрант, который я получил в НИХИС в Москве. Мы являемся второй волной этих грантов. Начали работать в конце прошлого года. Планы, которые у нас имеются, они в какой-то степени пересекаются с тем, что делается в здешнем проекте. Это тоже страховающая электроника, тоже низкие температуры. Я просто про это хочу немножко рассказать коротко. Значит, это называется все страховающие метаматериалы. То есть идея как бы состоит в том, чтобы помощь всех входников делать, ну, вот такие, с необычными, материалы с необычными коммунитетными свойствами. И одним из таких является отрицательный процент преломления. Вот. И вводная картинка это, с одной стороны, как бы напоминание о том, что скоро у нас начинается вечерняя программа. Вот. С другой стороны, это было, на самом деле, сделано моим коллегой Мартином Вегенером в Классруе. Классруйском университете технологии, который показывает вот такой предполагаемый, на самом деле, вид жидкости в стакане с ложечкой или с палочкой такой, который имеет отрицательный эффект преломления. На самом деле, эта группа вот недавно реализовала первый плащ-невидимку для видимых частот. Вот. Но я об этом говорить не буду, а буду говорить о том, что можно делать с этих платниками. Значит, ну, я думаю, что многие из присутствующих слышали о том, что в последние 10 лет было сделано много всяких работ и инженерами, и физиками, и так далее, физиками, по созданию материалов, изучению материалов с необычными коммунитными свойствами, в частности, с отрицательными коэффициентами преломлениями. Идей происходит, вообще говоря, из работ VC-лага, и физическая работа была поднякована в России 40 лет назад, уже 40 лет назад, конец 60 лет. Это то, что мы обычно знаем про свет, да, что свет падает на поверхность, дальше есть отраженный луч, есть преломленный луч, вот, ну и в зависимости от коэффициентов N1 и N2, коэффициентов от преломления, есть закон Снельсона, который, так сказать, указывает, как будет двигаться, по таким углам будет двигаться преломленный луч. Ну, и здесь, соответственно, есть в этом свете обычное правило правой руки, значит, для электрического поля, магнитного поля и волнового вектора волны. Вот, в этом случае, если у меня свет падает на плоскую пластину, то происходит вот такое, как бы, обычное распространение, слегка преломленное, вот, ничего, как бы, обычного здесь нет, никакого изображения не получается. Вот, если предположить, что у нас материал теперь, вот этот вот, на который падает эта волна, является материалом с отрицательным концентром, как преломление, то происходит следующее. Значит, в этом случае у меня луч фактически отражается на ту же самую сторону, преломляется на ту же самую сторону по отношению к перпендикуляру поверхности, меняется соотношение ориентации, то есть, векторов магнитного поля и волнового вектора, получается правило левой руки, поэтому эти материалы иногда называют леворукими, вот, в отличие от обычных праворуких. Вот, ну и возникает такая вот забавная вещь, так сказать, которая иногда называется линза виселага, что за счет этого эффекта преломления луча в ту же самую сторону от нормали, возникает точка пересечения, которая формирует изображение, и это изображение, вообще говоря, не ограничено обычными оптическими пределами, имеет массу каких-то интересных свойств, в том числе сверхразрешений. Вот, ну и вот эти идеи, на самом деле, они были высказаны давно, и первые реализации таких материалов, они были сделаны на нормальных металлах в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, вот, в первую очередь в работах Пендри и Смита, вот, где, в общем, было показано, что такие материалы можно реализовать. Значит, в принципе, ну, я не буду много деталей рассказывать, это, в общем-то, написано в многих обзорах. Работа здесь предполагается в области параметра, в области параметров εμ, географической, значит, пронисаемости, магнитной пронисаемости среды, такой, что и ε и μ являются, значит, отрицательными, но иногда можно понять, что для волны, которая будет распространяться, вот такое вот, это означает изменение взаимной ориентации векторов, значит, эпического нижнего поля, просто происходящего на уровне Максвелла для вот такого решения. Таким образом, кредитное преломление тоже получается отрицательным, здесь. Вот, и главная, как бы, идея по поводу метаметром и метаметром и материалов состоит в том, что просто предполагается сделать такую среду, в которой размер элементов, вот таких вот, иногда называют их мета-атомами, значит, их можно сделать намного меньше длины волны. Это, в общем-то, является главным отличием метаметриалов от других структур, скажем, фотонных кристаллов, которые используются, я об этом тоже сейчас скажу немножко, используются тоже для создания необычных свойств среды. Значит, ну, вот, Лизу я уже упомянул, другой, скажем, эффект, который позволяет, это вот техника создания по желанию необходимого профиля, в том числе перемены знака, коэффициента преломления, позволяет, например, делать то, что называется clocking, это плащ-невидимка, то есть вот такую среду, которая имеет специальный профиль модулирования, так сказать, преломления вокруг объекта, а таким образом, как бы, заворачивает вот свет вокруг объекта, при этом объект, а если посмотреть вот отсюда, вот, на лучи, идущие с обратной стороны, то объекта видения не будет. Вот, ну, это вот напоминает, на самом деле, анекдот про того полковника, который говорил, что если пушку на бок положить, она их за угол бить будет, это вот, оказывается, все-таки здесь работает, потому что здесь есть такие свойства среды. Вот, значит, многие, но обычно другие свойства возникают, а именно, значит, обратный эффект Допплера, обратный эффект Черенкова, отрицательное давление света и так далее, это все активно обсуждалось в многих работах и проводится довольно много экспериментов здесь. Все это началось вот с этой самой работы веселого для кого-нибудь успеха физнаук в 67-м году. Значит, легко довольно сделать такие среды, используя обычные металлы. И здесь идея очень простая, что если мы берем просто резонатор, то есть берем просто, вот, скажем, индуктивность и емкость, вот такая петля с током и емкость, то, что называется сплит-ринг, ну, это как бы расщепленное кольцо, по-русски СССР. Вот, оказывается, значит, СССР, оказывается, что, значит, вблизи резонанса у меня возникает, естественно, по разной стоимости резонанса разная величина сдвига фазы и разный знак двига фазы, и из-за этого у меня интерпретировать можно свойства среды в зависимости от либо магнитного отклика, такая же метамагнитного отклика, либо как отрицательный, ну, скажем, изменяющийся знак эпсилон, либо в случае резонанса дипольного обычного электрического, что представляет собой просто резонанс проволочки, это будет, соответственно, электрический резонанс, дающий электрическое поле. Ну, и комбинируя вот такие вот элементы, скажем, с проволочками, можно создавать фактически некую эффективную среду, которая будет иметь на какой-то фиксированной частоте одновременно отрицательный эпсилон и отрицательный мин. Вот. Значит, то, что делалось, делалось, как я уже сказал, с нормальным металлами, здесь имеется громадная проблема, состоящая в том, что в нормальном металле есть потерь. Поэтому все эти резонансы, на самом деле, они, в общем-то, как бы условно работают, но понятно, что никакой расходенности здесь не будет. Вот. Из-за потерь все эти сдвиги фаз сильно уменьшаются, и поэтому многие из таких материалов вообще не демонстрируют изменения знака, а просто показывают, что имеется некое изменение в сторону меньше единицы того же мю. Вот. И для того, чтобы все эти красивые дни заработали необходимый материал резонатор с очень-очень низкими потерьми. И вот тут на помощь приходят сервисники. Я хочу еще раз подчеркнуть разницу между металлами и фотонным кристаллом. Фотонным кристаллом просто размер структуры, как и в твердом теле, размер структуры, он сравнен с длиной волны. То есть длина волны, там, скажем, возбуждения в твердом теле, она сравнена со размером структуры, с решеткой. И в этом случае возникают, соответственно, Блоховские цитизоны, и то, что мы учим в курсах физики, там, что физика твердого тела. Вот. В метаматериале ситуация другая, там размер структуры намного меньше, чем длина волны. Это, в общем-то, и есть главное отличие. Вот. Значит, что предлагается делать с сверхуходящими метаматериалами? Значит, здесь, в принципе, понятно, что мы не можем двигаться вверх по частоте. То есть мы, конечно, ограничены здесь частотами, частотами, до которых сверхуходимость не разрушается. То есть энергия разрыва Купера от Куперовской пары порядка миллиэлектронвольта, поэтому характерные частоты, ну, здесь не могут, скажем, для низкотемпературных сверхуходников измеряться там сотнями и двигаться. То есть на высокой температуре сверхуходники можно двигаться дальше, но там свои сложности подменились. То есть малые потери, это, само собой, и это работает действительно до Волл вплоть до субмиллиметров. Дальше, следующая вещь. В сверхуходниках имеются способы устраивать, делать перестройку индуктивности, скажем. И это делается элементарно в петлях с жессонскими контактами, скажем. Жессонский контакт, через который пропускается ток, является нелинейной индуктивностью. Если, скажем, вместо этого сплит-ринга использовать сквит, пардон, вот здесь вот поставить вот жессонский переход, то, естественно, это является как бы хорошо изученным объектом в сверхуходимости, который используется для многих приложений. И в том числе на определенной частоте резонанса можно его использовать в качестве вот такого компонента метаматрия. Ну и следующее, то, что сверхуходники, вот в том числе те, о которых говорилось в предыдущем докладе, а именно пленки, скажем, метрида, необия, они имеют очень большую кинетическую индуктивность, поэтому здесь на самом деле можно побить все рекорды по созданию электромагнитных компактных антенн, а именно созданию антенн, размер которых много-много меньше длины волны. И рекорды, сделанные на нормальных металлах, это примерно 1 сотая длины волны. Уже сейчас реализованы сверхуходящие антенны спиральные, которые имеют размер, относящийся к длине волны, с фактором примерно 10-3, то есть это в тысячу раз. Ну и реально там можно двигаться очень-очень далеко. То есть можно делать очень компактные элементы, которые, ну скажем, были полезны для приемников, в том числе сверхуходящих, находящихся на лечении. Пионером этой деятельности является профессор Мариленского университета Стивен Анлаге, которым мы активно сотрудничаем, с которым у нас было много работ в последние годы. Сейчас как-то Стив проводит свои собачки в лаборатории, вот я сейчас вам рассказываю, он сидит там и мерит, что очень отрадно. Вот, значит, что предполагается делать в нашем проекте? Мы хотим заниматься джессоновскими метаматериалами, а именно цепочками сквидов, цепочками джессоновских контактов. И здесь, конечно, много чего уже известно, но многие структуры вообще говорят, как бы легко нарисовать, но они, оказывается, никогда не делаются. Скажем, чтобы сделать, например, леворукую линию, нужно взять обычную джессоновскую линию, которую мы хорошо знаем, поменять местами индуктивность и емкость. Скажем, если сделать вот такую вот цепочку сквидов, но связанную не индуктивностями, а емкостями, это сразу меняет, соответственно, определенную высоту частот, вот, дисперсию коммунитных волн и, значит, соотношение между коммунитным, ориентацией коммунитного компонента коммунитного поля. Вот. Дальше можно делать всякие, соответственно, структуры, какие-то более сложные со сквиды, можно делать двумерные структуры. Вот. Но наиболее уникальная и привлекательная часть сверхводников состоит в том, что в эти же последние 10 лет был достигнут колоссальный прогресс в области сверхводящих кубитов. То есть сверхводящих схем, которые при низких температурах ведут себя как настоящие квантовые двухуровневые системы. И здесь, конечно, сверхводники предлагают то, но что пока никакие из других технологий и метаматериалов предложить не смогли. В сверхводнике можно сделать цепочку кубитов, можно связать ее с линией, и тогда практически получается некая среда с резонансными свойствами, которые определяются физикой квантомых двухуровневых систем, которых можно возбуждать, как систему спинов, которые применимы очень интересные теории, скажем, теория ДИКИ для сверхозвучения, синхронизации. И многие из предсказаний моделей можно проверять. Здесь главная достойность является сверхводящих двухуровневых систем, то, что их сила взаимодействия с инфрамагнитным полем на порядке выше, чем у естественных атомов. Естественные атомы, которые вокруг нас, которыми занимается атомная физика, они имеют очень маленький типольный момент. И поэтому сила взаимодействия этих атомов с атомогнитным полем, она ничтожно мала. И поэтому все теории этого взаимодействия – это теории возмущения. Вот здесь же, на самом деле, можно сделать силу взаимодействия огромной и фактически сделать расщепление, связанное, скажем, со сталкиванием уровнями между резонатором линии и двухуровневой системой, порядка самой частоты двухуровневой системы. То есть можно фактически уйти в режим очень сильного взаимодействия, где фактически перебрасывание энергии из одной двухуровневой системы в другую, будет происходить за очень короткие времена. Таким образом, атомы будут взаимодействовать в квантовой оптике, но при этом очень-очень сильно. Почему это все такие удивительные эффекты, которые предполагается использовать в дальней перспективе создания таких квантовых метаматериалов, состоящих из линий и массива после полящих кубитов. Такие работы уже по строящим метаматериалам с квидом были уже начаты в моей лаборатории пару лет назад. И вот я показываю просто примеры одной структуры, сделанной в фильме «Хайтос», с которым мы сотрудничаем довольно активно по кубитной деятельности в настоящее время. Вот здесь просто имеется фактически линия щелевая. Это центральный электрод, это два земляных электрода, двух сделанных для того, чтобы захватывать магнитный поток, а вот этот массив – это просто квид, которая индуктивным образом взаимодействует с линией, ну и как бы взаимодействующего между собой. Это вот магнитный метаматериал, который на резоносочистке должен дать обязательное мин. Но вставив сюда диполе электрическое, мы, как полагаем, сделать то же самое еще и для электрических компонентов поля. Это работа в данный момент, это есть эксперимент, на котором сейчас работаем. У меня будет в Германии. Вот. В принципе, измерения, которые, как полагается, здесь делать, они включают, в общем, весь набор, как бы инструментарий микроволновых инженеров, а именно анализатор цепей, Vector Network Analyzer. Вот. Дальше понятно, что сигнал, который мы хотим мерить, они тоже маленькие, мы не хотим сверху, они как бы насыщать и приводить, приближать его, так сказать, к распаду сверхуходимости, поэтому нам нужно мерить на малых уровнях сигналы, мы ставим худохолодные усилители. Вот. Представляется, что мы будем работать в основном здесь на частотах микроволновых. Это очень техника, хорошо изученная, и что-то этим мы можем, конечно, потом поднять, если мы захотим, использовать для каких-то миллиметровых, субмиллиметровых экспериментов. Ну и, в принципе, главный интересный стоит в том, что вот в отличие от обычных материалов, где на взаимодействии атомов представляется взаимодействие между близкими соседями, здесь практически каждый из этих атомов, ну, в кавычках, он связан с линией, по которой распространяется свет, поэтому каждый взаимодействует через эту линию с каждым другим. Получается, как бы взаимодействие не ближайшее, а взаимодействие всех со всеми. То есть, какой-то из них не работает, ничего страшного, все остальные все равно будут работать. То есть, нам, на самом деле, нарушение порядка и наличие каких-то дефектов, в общем-то, здесь неважно. Это, в общем, является некой такой привлекательной стороны. Вот, ну, я покажу коротко вот совместную работу с группой Жени Ильичева, который выступал сегодня раньше. Вот, это, например, эксперимент, который мы смогли померить впервые большое количество кубитов на одном чипе, используя всего одну измерительную линию. То есть, вот были сделаны здесь 7 таких вот сверхуходящих кубитов. Это, значит, сверхуходящее кольцо с тремя джусонскими переходами маленькими, вот, которые ведут себя в двух уровня системы. И дальше с каждым из таких квантовых объектов связан свой резонатор определенной длины волны. И в мере прохождения микроволны через такую структу мы даем для всех этих семи каналов 7 минимумов. И дальше, если мы выбираем нужную нам частоту, мы можем разговаривать либо с кубитом номер один, либо там два, либо с пятым, либо с седьмым, в зависимости от того, на каком частоте мы работаем. То есть, используя фактически одну линию, но разные частоты, мы начинаем фактически общаться, то есть, считывать квантовые состояния разных двух уровней системы. Ну и измерения спектроскопические, при которых прикладывается щелок возбуждающая микроволновое поле, дало вот такие результаты. Видно, что здесь прекрасным образом видны 7 спектров всех семи кубитов. По вертикальной оси показана частота, она отличается для соседних кубитов. Но, тем не менее, разброс этих щелей, он невелик, а это 20%. Вот самый первый, самый последний, они отличаются просто из-за толщины электронного резиста, который к краю чипа несколько толщиков. Вот, эта работа недавно была опубликована. Вот мы по-моему, как предлагаем двигаться, и такие структуры с кубитами и средними кубитов у нас уже опробованы. Вот я сделаю структуру, тоже в июне, в группе Жениевичева, которую мы уже измеряли в наших экспериментах. Значит, все эксперименты, конечно, сделаются при температурах, при которых энергия магнитных квантов пихроволнового поля больше, чем энергия КТ. У нас, соответственно, 20 ГГц, то есть 1 Кельвин. Если мы хотим находиться в основном состоянии в этих квантовых экспериментах, нам нужно мерить, естественно, при температурах сильно меньше, чем 1 Кельвин. То есть, в общем-то, при температурах в области десятков и максимум сотни не летели. Поэтому это все эксперименты по низкой температуре. Вот. Значит, мы теперь более конкретно про планы нашего проекта. Проект начался осенью прошлого года. Но, как говорится, по стопам первопроходцев нам было легче. Я, конечно, уже знал от Лениса Сергеевича, что трудности как бы правильного использования, скажем так, правильного использования средств первого года не существует. И большая проблема существует с заказом Креста, потому что, естественно, это требует заказа обычно за больше, чем месяцев, обычно 6-8, если не год. Но в данном случае фирма Оксфорд сработала очень здорово. И, значит, сделать я еще покажу. Значит, по научным задачам. По научным задачам мы собираемся заниматься следующими проблемами. Первое, то, чего мы начинаем, это цепочки вот этих вот сквидов, индуктивных образом связанных с линией передачи. Они будут фактически чередоваться, эти сквиды, с цепочками диполии, которые будут вставляться в этот же зазор щелевой. Ну и дальше будем изучать, соответственно, свойства индуктивных магнитных волн, то есть будет иметься, скажем, фазовая задержка на определенной частоте в зависимости от функции магнитного поля, но и температуры. Понятно, что магнитным полем мы должны быть в состоянии перемещать частоту по спектру, что дает возможность перестроить. Одним из проектов, подпроектов нашего проекта является создание не взаимных, значит, совпадающих схем, а именно для кубитных измерений и подобных, весьма важным является создание интегральных вентилей и циркуляторов, работающих по низкой температуре. То есть устройство, которое пропускает волны в одном направлении и не пропускает в другом. И у нас возникла уже реализованная идея экспериментарная по созданию такого вентиля, используя демиджесонский переход в течение двух дней. Дальше у нас имеется серьезное намерение поисследовать эти же самые спидерские цепочки или подобные в неминейном режиме. Понятно, что такая спидерская среда, она является очень средой элементов, имеющих неминейную индуктивность, и поэтому при применении накачки здесь должны наблюдаться очень интересные параметрические свойства. Отдельные параметрические среды активно изучаются, в сверпроводящей электроники. Но вот такую активную среду, состоящую из многих элементов, пока вроде бы никто не изучал. Будет генерация гармоник и усиление, что было бы эвакуумно по изучать. Дальше мы собираемся двигаться в двумерных метаматериалах, плонарных массивах сквидов, где просто волна будет падать плоско на подложку с такими сквидами. И будем изучать, соответственно, преломление, прохождение волны, может быть, через стопки таких материалов. Ну и в конце нашего проекта, это уже будет конец, видимо, следующего года. Мы собираемся подобраться к квантовым метаматериалам, по которым мы начали работать независимо уже в моей группе в Германии. Но это очень серьезный большой проект, надолго, которым мы собираемся заниматься. Здесь будет создаваться вот такие цепочки кубиков. Мы хотели реализовать сильную связь, но и в конце понаблюдать состояние соответствующих сверхизлучений, темное состояние, а то, что, в общем-то, в квантовой оптике, атомной физике делать очень непросто, но чрезвычайно интересно. Проект, вообще говоря, является проектом фундаментальным. То есть у нас, в отличие от здешнего вашего проекта, нет такой задачи, что мы должны, так сказать, умереть, но применить к чему-то. А вот мы можем заниматься, в общем-то, фундаментальными вещами и в перспективе, конечно, мы можем рассчитывать, что эти, скажем, компактные антенны или, может быть, свойства этих материалов, как среды они для чего окажутся резным, но это не является у нас прерогативой. Значит, лаборатория создается в институте стали и сплава, который теперь называется Национальный университет науки и технологий, МИСИС, где традиции сверхуогидности были заложены, в общем-то, многолетние, уже давно. Но это было место, где работала кафедра технической физики Алексея Алексеевича Абрикосова, Нобелевского лауреата. Вот. И там трудились такие люди, как Асламазов, Барламов, Митилов, многие люди, которые сделали большой вклад в вкладимость. Вот. Там же преподавал мой учитель Вадим Васильевич Шмидт. Вот. И, конечно, в общем-то, традиция, она какая-то должна там сохраниться. То есть экспериментальная основа лаборатории отчасти будет привязана к тому, что имеется в МИСИС, но в последние годы в лаборатории, занимающейся сходными, скажем так, передательными задачами Муковского, Якова Моисеевича, работы по сверхуогидности не велись, поэтому это будет какое-то сотрудничество с ними, но, скорее, так сказать, в общем, желание, скажем так, помочь им включиться в наш проект. Поэтому наш проект, конечно, будет создаваться, ну так, в общем-то говоря, в чистом поле, но, что очень радостно, то, что руководство МИСИС оказало очень активную и позитивную поддержку этому проекту. Все обещания выполняются, идет полным кодом ремонта. Мы покажем сейчас, может быть, пару картинок схем повещений, которыми мы себя пользовали. Вот. Значит, по закупкам, значит, мы в первый год, который уже закончился, а именно за два месяца этого проекта, смогли заказать два криостата, идентичных тому, который закуплен здесь. Один из них – это полная копия, плюс он снабжен восьмью коаксиальными линиями до четырех кельвинов и еще восьмью коаксиальными линиями до камеры растворения 20 мили кельвинов. И второй криостат, он по конструкции такой же, но у него отсутствует камера растворения, имеется, значит, дополнительная стадия цикла Джоуэля-Томсона, которая позволяет уходить по температуре ниже 4 градусов до примерно полутора градусов. Они совместимы, в них имеются совместимые компоненты, поэтому, в общем-то, как бы из соображений того, чтобы у нас было подстраховка в случае проблем с эксплуатацией одного, заказываем два идентичных криостата. Но они уже закуплены и стоят пока еще в ящиках в нашей лаборатории в МИСИС. Они приехали в последнюю неделю старого года. Сейчас у нас плавно закупать большое количество микроволнового оборудования, это будут генераторы, анализаторы спектра, холодные усилители. Понятно, что нам нужно полностью оснастить еще существующие, просто ничего, как где нет, лабораторию микроскопами и устройствами создания контактов, бондерами, в силу электронику постоянного тока необходимо делать с нуля. Из-за большого набора этих измерительных задач, в общем-то, задача из создания образцов, она у нас пока не ставится в качестве, так сказать, основной для этой лаборатории. Мы собираемся сотрудничать в первую очередь с Валерия Павловичем Кошельцом и использовать возможности героя для изготовления образцов. Крометровым по кубитам мы собираемся сотрудничать с лабораторией Рязанова в Черноголовке, с лабораторией Дженни Ильичева в Йене. И тем не менее у нас в экспериментальной лаборатории заложен план создания чистой зоны. И фактически она будет поставлена сразу же сейчас, она уже заказана примерно 35 мм. Она заказана как часть уже экспериментального помещения и будет фактически создаваться некий дальнейший, так сказать, перспективу развития. Вот. Значит, план экспериментальной лаборатории, значит, находится в сокольном этаже МИСИС, примерно 100 квадратных метров, плюс подвал, который находится на половине примерно площади под этой зоной, если имеется вход. Это вот чистая зона, которая будет иметь, собственно, систему вентиляции, вот, и поддержание температуры, небольшим шлюзом. Дальше два креста, они находятся здесь, имеют в соответствии в полу, которые будут использоваться для того, чтобы убрать туда, соответственно, компрессоры и насосы, располагающиеся под полом, в подвальном помещении под этой лабораторией. Будет у нас один креста здесь, другой здесь. Ну, и, соответственно, будет набор тех обычных лабораторных игрушек, которые мы все любим, которые нам так необходимы для того, чтобы что-то полезное в этой деятельности произвести. Вот. Это мы находящиеся на седьмом этаже прямо над кюбинетом ректора, тоже примерно 100 квадратных метров, которые мы практически, ну, полностью разрушили весь угол, вот, поделим заново на комнаты, собираемся использовать, у нас будет семинарская, не вращая комната такая, вот, и, соответственно, это все у нас есть. Уже сейчас сконструировано, сейчас это ремонт, и лебель должна прийти буквально через неделю. Я думаю, что в феврале мы уже можем это помещение полностью использовать. Вот, среди людей, которые занимаются, значит, работой по созданию этой лаборатории, в первую очередь, мои основные помощники, это Сергей Шитов, из-за того, кто здесь присутствует, это и Валерий Владимирович Рязанов из Чарноголовки, мой старый друг и коллега. Вот, значит, сейчас вот мы очень рады тому, что Саша Карпов решил к нам присоединиться, это будет очень, конечно, здорово, что будет такой набор, уже критическая масса людей, которые много чего могут сделать, произвести. То есть есть группа в НИСИС, соответственно, которую мы тоже собирались привлекать, это теоретическая группа, возглавляемая заведующим кафедрой Сергеем Мухиным, Яков Моисеевич Муховский и, соответственно, почему-то, да, Михаил Черников тоже, ну и Валерий Чичков такой есть там человек-инженер. Вот, и, соответственно, эти люди, в общем-то, будут нам помогать, взаимодействовать с студентами. Мы уже набрали в штат 8 человек студентов, двое из из тех, а остальные из МИСИС. При этом двое студентов уже провели 4 недели каждой в моей лаборатории в Толсруе и уже о чем-то поучились. Вот, они фактически, как бы план нашей деятельности, он состоит еще в том, чтобы просто людей, которые будут работать на лаборатории, ну просто, по крайней мере, в практике, опустить по несколько недель каждому в лабораториях, либо в моей собственной Толсруе, либо в партнерской лабораториях, например, в Иене. Вот, так чтобы они смогли, по крайней мере, понять, и поучаствовать в процессе того, как делается, в общем-то, в научном виде, потому что, конечно, то, что мы делаем, ну, скажем так, традиционно уже в передовых группах на Западе, довольно-таки, в Алисе, отличается от того, к чему, скажем так, традиционно привыкли в места, где такой наукой не занимались, и поэтому, конечно, это все за наоборот в розничестве. Вот, ну, скажем так, о тех организациях, которые будут делать, я уже сказал. Вот, наверное, на этом все. Значит, очень важно, конечно, здесь это наличие некой такой технической массы и среды, в которой развиваться. И мы очень, конечно, рады тому, что проект, он не одинок, и первопроходцы по сверхворяющей электронике среди мегагрантов уже, как говорится, есть и успешно очень поступают, функционируют. Поэтому очень надеемся на платформное сотрудничество. И многие люди, которые находятся здесь, на самом деле, в общем-то, так или иначе, иначе нет пресечения между нашими двумя проектами. История нашей совместной коллаборации с Лениным Кузьминым, она вычисляется многими годами. Вот, где была успешная коллаборация на скальных стенах. Это озеро Гарда. Вот. Кстати, мы были вдвоем на 10 дней, Данин. Вдвоем Грамм Парадиза и Голомбе Брента вот, и занимались скалолазанием на скалах около Арка. Ну вот, на этом я, пожалуй, закончил. Последний, я думаю, что это такой плавный переход в сторону менее серьезных, а, может быть, более таких неформальных дискуссий. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо.